Геннадий Головкин продолжает подготовку к бою с Дэниелом Джейкобсом. Так, в очередной тренировочный день Геннадий вышел на пробежку, несмотря на обильный снегопад в Биг Бэйр. Журналист Марселина Кастильо удивлен, что Геннадий Головкин тренируется при любых погодных условиях. Даже снег не останавливает Геннадия Головкина тренировок, написал Кастильо в Твиттере. Не имеющий поражения, американский проспект легкого веса Райан Мартин приступил к тренировке на базе Абеля Санчеса в Биг Бэйр в Калифорнии, где его соседом по залу стал Геннадий Головкин. Американский тренер Роберт Шилдс порассуждал о потенциальном поединке между Геннадием Головкином и Саулем Альваресом. Я не знаю, состоится ли бой Головкина и Альвареса, потому что сейчас Канело собирается драться с Чавесом-младшим в 165 фунтах, но не хочет встречаться с Головкином в 160. Какой смысл все это делать? Не думаю, что Канело боится Головкина. Но если ты называешь себя чемпионом мира в среднем весе, при этом никогда не защищал титул в этой категории, тогда зачем за него драться? По мне это бессмысленно. Канело один из лучших и наиболее известных боксеров. Просто кажется, что им трудно устроить этот бой, не знаю почему. Может быть они ждут, что Triple G начнет стареть, и тогда у них будет больше шансов. Я этого не понимаю, но думаю, что все ждут этот поединок. Это будет классный бой. Канело не тот боец, который много двигается. Он хочет, чтобы вы стояли перед ним, а он имел возможность нанести удар, так как он действительно верит в свою мощь. Головки, на мой взгляд, гораздо сильнее и лучше держат удар. Вот почему я склоняюсь в его сторону. Triple G хорош, умен и умеет бить. Потому он не абсолютный чемпион мира в среднем весе. Чтобы его победить, нужен правильный стиль, и вряд ли Канело им владеет. Субтитры сделал DimaTorzok